здравствуйте дорогие друзья доброго времени суток мы очень рады что вы с нами то что наше рождественское путешествие продолжается мы ведем свой репортаж из нижнего новгорода и столица нового года и рождества 2022 сегодня как вы поняли 6 января мужик доехали до нижнего новгорода и заселились в наш отель об этом смотрите два предыдущих видео но сейчас мы гуляем по сочельническому рождественскому нижнему новгороду хотим немножко пройтись показать его вам а потом впереди нас ждет ужин рождественских в нашем отеле и это тоже вы увидите обязательно а сейчас мы находимся в кремле в нижегородском здесь вообще красоте народ улыбается радуется смеется нужен обстановка потрясающая да так что пойдемте гулять вместе с нами а точно мы дошли до получается такой смотровой площадки которая находится в кремле вот там вот стрелка мы хотим завтра доехать и там вроде как ярмарка проходит такими вот огнями на сигарет красивыми если не ошибаюсь я правильно поняла то именно там ярмарка нам сказали что на стрелку вот так вот такой вот красивый вид отсюда кстати смотри она все замерзшая сейчас через камеру смотрю так думаю не очень видно через камеру прям видно она вся покрыта снегом видимо вся замерзшая ну да 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 ну есть вот какие-то про то а или это островки это островки островки мне предлагают храм сходить давай сходим здесь не такая большая лестница смотрите какая при входе в храм красивая с рождественская такая колыбелька очень красивая храм но теперь поднимаемся с вами обратно наверх нас теперь ожидает этот подъем наверх на сами ли вниз было спускаться очень легко наверх и посмотрим а снег идет и идет причем он такой уже вот он такой плотненький был а сейчас такой как будто немножко мокроватенький снег мокренький поднялись снова назад пришли мы отсюда да 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 здесь мэра до летом когда здесь были здесь был не мэр губернатор 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 да он здесь как раз на пятьсотлетие с гостями это ходил нос с высоко поставленными гостями одессе обычные туристы и спокойно со всеми здоровался обнимался фотографировался у нас тоже есть фото заходите смотрят у нас есть плейлист так и называть нижний ноябурат 800 это мы это вы все сможете увидеть какой снег не интересно там по доске горки пойдем вот на этой стране как раз мы вышли на интерактивную инсталляцию который на башне проекция такая где-то где-то дед мороз мне кажется это не дед мороз я не знаю а на колокольне так поняла наверно снова можно всем подняться и ударить колокола и так предполагаю что мы увидели с вами с той стороны так но здесь просто к нему инсталляция очень красивая я думаю может какая-то горка что сделано а есть просто инсталляция я думаю может где-то каждый здесь есть горки просто мы не знаем как красивая елочка прям такая на разноцветная да 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 кстати а знаешь что обратила внимание я вот сейчас снимаю на телефон и здесь нет такого мерцания как это в москве когда мы с тобой ходили они мерцают они мерцают и мерцают в телефоне точно так же как они на глаз мерцают а там прям какое-то мерцание как все равно гипноз не смеяться да 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 зомбированные а здесь все люди улыбаются смотрите вот со снег идет и идет у меня волосы уже все мокрые а красоту ты наводила но у меня волосы пучерявые поэтому как бы они высыпут и снова будут пучерявые а мы вышли из кремля вышли на площадь и здесь елка вот она такая вот елочка я так поняла здесь была но это было в новогоднюю но здесь была небольшая ярмарка насколько я читала сбой курантов и так далее сцена была сейчас могут это убрали а стали такую ярмарку которая вот на стрелке но мы с вами туда завтра доедем здесь примерно в лошадях вон там катаются там какая-то вот сцена есть сейчас посмотрим красивая елка ага мне нравится что она тоже не мерцает на телефоне да ее прям вот видно очень красивая ну а впереди там по-моему шкаловская лестница и все ну да сейчас мы ее посмотрим ну то есть вот да здесь получается да здесь в этой части города сейчас уже ничего нет все пукалка это была пукалка а ну да здесь особо ничего нет такого в общем как-то я так понимаю но не умеют еще из новогодней столицы делать новогоднюю столицу чтоб там все прям гудело гремело но мне кажется новогодняя столица десять дней она должна как-то в фейерверке вот так ну как-то ну как-то быть столицей а здесь вот какой третий год да да получается ну ну получается ну получается тула застали она была первая нет москва была там первая да ну ладно не была была вторая она была она была приемлеме все москвы ну как-то так нет а тут еще прошло тут еще было Калуга Калуга ну тогда там были все последствия всяких этих московидные да и поэтому ладно говорят что там то ну было не айс но мне казалось что после восемьсотлетия Новгорода Нижнего здесь должно быть вообще все греметь ну я не знаю но какая-то жизнь должна быть нету нету нет новогоднее настроение есть и люди смеются люди радуются радуются но радуются сами по себе ну да о да ну с этим морозяка морозявит мне рука начинает потихонечку начинает замерзать ой подожди стой ну что мы возвращаемся да нагулялись напитались эмоциями новогодним настроением даже не новогодним рождественским настроением это вообще шикарно а вот ну а сейчас мы хотим в наш отельчик да у нас есть красивые платья мы сейчас нарядимся красиво оденемся и пойдем на наш лаунж на рождественский скажем так вечер ланч да вечер бранч там очень красивая локация мы там посидим там можно покушать там можно просто насладиться рождественской атмосферой вечером и мы пойдем вам это все покажем в общем расписала ты отлично пойдемте идти к отельчику к возвращению смотри какие есть ростовые куклы какое-то представление театральное как интересно то есть может быть можно вы Продолжение следует... Продолжение следует... Есть и белая рыбка. Появился сыр с плесенью. Мамочка уже взяла. Больших вариаций колбаски. Есть вот такой вот салатик. Здесь паста баланьеза. Мы уже себе взяли порцию. Также сладкая. Фрукты. Лед появился, я вижу. Вот они крепкие напитки. White Label получается скотч. Это, судя по всему... А, не понимаю, водка? Да, водка. И то же самое. Чай, кофе. И вода. Наш стол. Вот такой вот. Мамина шампанское. Я себе взяла попробовать скотч. Сейчас вам расскажу. Взяли салатик. Толевковым маслом. Вот это вот красот. Глянчая закуска. Баланьеза. Можно что-то еще, конечно, есть. Но пока была я там. Сверстве и сенью. Два вида рыбки. Но, мне кажется, вполне. Очень даже для вечернего такого... Кроме того, мы с тобой больше точно вряд ли съедим. Да, да, да. Абсолютно. Именно для перекуса. Для вечернего, для девочек. Ватум выйти пофоткаться. Не знаю, как вам, друзья. Но на наш взгляд, в принципе, вот эта вот разница в стоимости номеров. Вполне себе оправдывает. Супер, супер. Мне вообще все нравится. И главное, ни о чем не надо беспокоиться. Никуда не надо бежать, заказывать столик. Потому что народу очень много. И все рестораны забиты. Да, особенно вечером. Ну, а теперь давайте попробуем. Мне очень интересно. Макароны Баланьеза. Сейчас будет. Мамочка, пробуй. Красивая мамулечка. Оделась сегодня. Ну, ты чего? Я пойду возьму большую тарелку. Пока. Мамочка пошла с тарелкой. Давайте попробуем вместе с вами скотч. Немножко крепковат для меня лично. Он такой вот. Я бы его пила бы, знаете, с чем? Либо с колой, либо с яблочным соком. Мне кажется, с яблочным соком он будет отлично. Вот в таком чистом линии, в яичном линии, он немножко крепковат. Ну что, давай. Пропера. Мне уже очень нравится. Вкусно? Угу. Очень вкусно. И главное, у меня даже не знаю объяснить, как. Как по домашнему. Да? Прям вот. Очень вкусно. Ну что? Я тоже попробовала, кстати, макароны Баланьеза. И это реально очень вкусно. Ну, хочу попробовать салатик. Мама свой салатик уже съела. Угу. Ну, я же могла ее дышать. Голодная она, голодная. А я специально ем при вас. Угу. Очень вкусно. Здесь сыра, материалка. Угу. Мне кажется, что ты бы что-то подхожу. Да, греческую, не греческую. Да, ну, очень вкусный салатик. Очень вкусно. На самом деле, очень вкусно. Ммм. Ну что, друзья. Наверное, мы хотим вам сказать... Несколько слов. Да? На кануне Рождества. За окном идет такой вообще снег. Угу. Такими хлопьями. Такая красота на улице. Прям рождественская погода. Она как-то прям воду шевляет. Угу. И в этот просто прекрасный, шикарный вечер я очень-очень-очень от всей всей души хочу вас поздравить всех с Рождеством. Это вот для нас, например, это очень такой какой-то светлый, такой праздник. Добрый. Добрый. У нас к этому приучила наша бабушка, моя, моя бабушка Сашина, прабабушка. То есть это у нас с покой веков идет празднование Рождества. Ну, скажем так, я из СССР, и даже тогда, когда это было еще, может быть, неприлично, Рождество у нас всегда всегда отличалось. Именно поэтому я хочу поднять бокал за всех вас, наши дорогие зрители, которые нас поддерживают. Да, спасибо за ваши комментарии. Да, за то, что вы у нас есть. За то, что вы с нами. Мы, в общем-то, живем так, как мы живем, а вы это все видите и нас поддерживаете. Я вам от всей души хочу пожелать здоровья, прежде всего, в наше такое сложное время. Хочу пожелать вам всем благополучия, хочу вам пожелать всем счастья, радости, любви. А самое главное, чтобы вам на все, на все хватало времени, сил, эмоций, чтобы все ваши желания исполнились. Обязательно. Ну, это само собой. А главное, ну, куда без этого. Это, наверное, меркантильно. Но денежки мы все очень-очень любим. И главное, чтобы денежки любили всех вас. И нас. Да. А нас, естественно. А то как мы тогда будем вам все это показывать? Если, да, нас там не будет. Если нам не на что будет путешествовать. И главное, путешествовать. Вся наша жизнь – это путешествие. Вот как мы родились, вот начали свое путешествие, так мы всю нашу жизнь путешествуем. Кто-то куда-то уезжает, а кто-то просто путешествует, сидя дома и смотрит по ютубу, по дзену, да и просто по телевизору все другие путешествия. Передачи. Да. И это же здорово, то, что мы это можем и ощутить сами, и увидеть своими глазами. И показать вам. Мы вас очень любим. Спасибо, что вы с нами. Еще раз с наступающим Рождеством вам. И всего, всего, всего. И побольше, чтобы вам за это ничего не было. И хорошего настроения. И помните, что хорошее настроение мы всегда создаем себе сами. Это обязательно и проверено. Пока. Пока.